Такой свою машину Дарья Митрофанова еще не видела. Утром в выходной на парковке рядом с домом Дарья ждал неприятный сюрприз. С ней беда произошла какая-то. Я ожидала от дождя совершенно иного исхода, но никак не грязную машину. Она как будто в песке, непонятно. Зря только лужу объезжала, наверное. Куртка была в каких-то пятнах. Я сначала подумала, что я испачкалась об машину, но судя по результату сегодняшнему, поняла, что делала не в машине, а в дожде. То есть дождь был с песком? Как будто грязный был, да. А уж в чем, непонятно. И такая ситуация с автомобилями была на всех открытых парковках регионов. Тольятти, Новокуйбышевске и Самаре. Борис Кобзев за рулем авто вот уже четверть века и за эти годы, говорит, ни с чем подобным не сталкивался. Увидев последствия ночного дождя, поспешил на автомойку. Необычайное явление. Я с таким сталкиваюсь впервые. Вышел, а машина посыпана вся пеплом. На автомойку приехал и была большая очередь. С последствиями непогоды боролись и в городском автобусном парке. Больше 400 единиц техники оказалось в неприглядном виде. Для приведения транспорта в порядок пришлось привлечь дополнительные бригады мойщиков. Природное явление особое мы столкнулись. У нас на предприятии новые щетки, поэтому мы обрабатывали и мыли весь подвижной состав в усиленном режиме. Все выходные трудились над тем, чтобы устранить последствия полевого дождя. Было неожиданно, потому что все-таки весь подвижной состав в основном моется и готовится с вечера. И утром, когда мы пришли, тот общественный транспорт, который стоит под небом, был уже испачкан. Кто-то вышел в рейс, потому что мы не могли, чтобы наши пассажиры остались без транспорта. Природное явление вызвало общественный резонанс сети интернет. Пользователи выкладывали фото своих машин и выдвигали свои версии произошедшего. Вплоть до извержения вулкана на Канарских островах, частички пепла от которого якобы с ветром прилетели в Самару. Но, как оказалось, причина происшествия гораздо прозаичнее, а источник ближе. О чем заявили на своем официальном сайте метеорологи. Около полуночи 25 сентября отмечалось резкое усиление ветра юго-восточного направления. Одновременно практически по всей территории Самарской области шел дождь. Метеорологические данные наблюдательной сети Республики Казахстан в это же время фиксировали пыльные бури. С юго-восточными ветрами в Самарскую область поступили воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли. Осадки всегда способствуют очищению атмосферы. Капельки воды адсорбировали частички пыли. По мере высыхания на поверхностях образовалась мутная пленка. Именно это достаточно редкое метеорологическое явление, сочетание пыльной бури и осадков, наблюдали жители Самарской области в эти выходные. Вреда человеку и автомобильной краске такие осадки не принесут, а само явление достаточно редкое, даже аномальное и в обозримом будущем точно не повторится. Мария Левина, Василий Кладошов, Сергей Баскин. События.